Сколько нужно потратить денег, чтобы получить гражданство в США? Друзья, хочу вас немножко расстроить. Вы не можете купить американское гражданство. Вы не можете купить синий паспорт. Но вы можете получить гражданство достаточно легко и дешево, если вы здесь прожили определенное количество времени по грин-карте. То есть, если это по браку, 3 года вы прожили с грин-картой. Если это по бизнес-эмиграции, вы должны показать, что вы 5 лет прожили в США с грин-картой, платили налоги, никого не убивали, вели себя хорошо, ухаживали за своими детьми. Окей, английский вы знаете. В таком случае вы можете получить гражданство. Но, что я вам сегодня расскажу, сколько стоит путь к гражданству? Сколько стоят разные виды грин-карты? Как можно получить грин-карту? И сколько это обойдется для вас в разных случаях? Я адвокат Лиза Саморукова. Я занимаюсь эмиграцией уже более 15 лет. И я вам расскажу разные пути, по которым вы можете получить гражданство США. С вами иммиграционный адвокат Лиза Саморукова. Я занимаюсь эмиграцией уже много лет. И я знаю, как переехать в США быстро, легально и надежно. И сегодня я вам расскажу, сколько нужно потратить, чтобы эмигрировать в США и получить гражданство. Представим, что вы решились на этот важный шаг. Что вы решились переехать в США. Но у вас нет родственников, нет связи с Америкой. Но у вас есть бизнес в вашей стране. Давайте поговорим, как можно эмигрировать через бизнес. Ну, к примеру, возьмем вариант, когда деньги для вас не проблема. Вы можете инвестировать в проект EB5. Это, конечно, огромные деньги. Нужно инвестировать миллион. И это очень долго ждать. Поэтому давайте поговорим про более быстрый путь, который мне нравится намного больше. У меня много-много сотни успешных клиентов, дел и грин-карты, гражданств именно по этому пути. Так вот, если вы занимаетесь вашим бизнесом в вашей стране, и вы готовы здесь приобрести тоже небольшой бизнес, средний, ну, это вам обойдется, скажем, от 200 тысяч долларов. Может быть, даже дешевле. Но может быть и больше, смотря какие у вас запросы, какие у вас предпочтения, какой бюджет. Таким образом, вы получаете визу Аладдин. Через пару лет вы получаете вид на жительство в США. И после этого, через 5 лет, вы можете подавать документы на гражданство США. И при этом все ваши члены семьи получают грин-карты, и у всех есть возможность получить гражданство. При этом, если у вас есть дети до 18 лет, и вы получаете американское гражданство до 18 лет, ваши дети автоматически становятся гражданами Америки. Так что это очень уникально, и это очень быстро, и намного дешевле, если дети становятся гражданами одновременно, и не нужно подавать на них ни на какие документы отдельные. Вариант другой. Допустим, деньги у вас ограничены, и вы не можете себе позволить купить какой-то бизнес. Вы можете открыть бизнес свой и переехать, допустим, по визе Е2. А может быть, вы человек с достижениями в определенной области, в бизнесе, в науке, в искусстве, в образовании. У вас, может быть, есть свой садик, у вас есть какие-то свои программы, вы психолог, вы бизнесмен. Вы тогда можете претендовать на грин-карту по выдающимся заслугам. Или на грин-карту, если вы человек, который в интересах США. То есть вы показываете, что вы уникальны в чем-то, вы что-то изобретаете, вы что-то делаете полезное. Вы крутой в своей области, в своей сфере деятельности, и вы приезжаете в США, чтобы тоже приносить пользу. Тогда расходы будут упираться чисто в ту деятельность, которой вы занимаетесь, и расходы на адвоката. То есть вы можете за все про все, не считая расходов на жизнь, потратить, не знаю, 10-20 тысяч долларов, чтобы получить всей семье грин-карты сразу на 10 лет. И, опять же, через 5 лет вы можете получить американский паспорт. Опять же, с учетом, что вы платите налоги, вы ведете себя хорошо, и вы знаете английский язык. Так, какие еще есть пути? Допустим, у вас нет ни бизнеса, ни денег, ни каких-то заслуг. Тогда для вас есть путь переезда через работу. Можно начать с высшего образования. Вы можете приехать, получить студенческую визу, отучиться здесь. Я, кстати, так и проходила этот путь первоначально по студенческой визе, училась здесь в университете. Потом практика у вас будет, да, там на год или на три, если вы в какой-то точной науке получили образование. Потом вы можете найти работу и работать, получить визу H1B. Потом вы можете уже на грин-карту подавать документы, да, и через работу она займет намного дольше, чем, может быть, через бизнес-эмиграцию. То есть студенческий статус будет стоить, сколько обучения может стоить, там, не знаю, 10 тысяч, 20 тысяч в год. Это 4 года, ну, посчитайте, там, 80 тысяч, к примеру, да, будет стоить образование. Именно если вы, там, молодой человек, которому нужно бакалавр. Или вы можете магистра получать, ну, это на 2 поделите, потому что 2 года нужно на магистра. Потом работа у вас будет, это еще год, да, то есть, допустим, 3 года в среднем. Потом рабочая виза. Рабочая виза вам будет стоить, ну, в принципе, нисколько, потому что вы будете работать, и вам работодатель будет выплачивать деньги. Потом вы подаете на грин-карту. Тоже платит работодатель за грин-карту. Если вы отличный специалист в области, там, науки, IT, да, инженер, математик и так далее, вас будут заинтересованы и вас могут нанять, то на вас могут подать документы. Понятно, нелегкий путь. А может быть, вы найдете работу даже в процессе получения вашего образования, да, и на вас подают на грин-карту. Даже не обязательно быть каким-то заумным, образованным человеком. Вы, может быть, просто, там, менеджер, или вы, может быть, даже, там, готовите хорошо, да, и вас ресторан могут взять на работу. Все это есть. Дольше займет. Цена вопроса намного меньше, чем через бизнес, в разы. Но этот вариант тоже рабочий, да. Поэтому, если у вас нету здесь жены или мужа, где гражданство будет, там, буквально за 3-4 года, потому что грин-карта намного быстрее, вы можете инвестировать, купив бизнес, получить грин-карту и гражданство. Вы можете здесь получить грин-карту через выдающиеся заслуги, будучи каким-то успешным специалистом в своей области, и получить гражданство тоже через 5 лет. Или вы можете здесь приехать, учиться, найти работодателя, и жить припевающе, и тоже получить гражданство. С вами Елизавета Саморукова. Надеюсь, информация была полезной. Мы уже много лет помогаем людям, таким, как вы. До встречи!